салют дамы и господа приветствую котанные кошечки с вами я олег гром более известен как метатроныч сегодня будет как раз таки на вашу любимую радио тематику этот ролик поговорим мы про bofeng и его аккумуляторы многие помнят как некоторое время назад ко мне пришли станции bofeng и дополнительные аккумуляторы повышенной емкости давайте так назовем который я ставил на тесты и обещал вам собственно рассказать после проведения тестов что и как с ними будет сейчас и начнем прежде чем начнем минутка спонсора спонсор мой любимый как всегда компания датакам ребята которые производят видеорегистраторы и радиостанции именно производят они просто занимаются перекупом как многие другие именно производят замечательно же пройдите посмотрите возможно вас что-то заинтересует и так с чего начнем станция bofeng штатный аккумулятор написано на 1800 миллиампер часов чем я все это проверял прежде всего была взята обычная зарядка та самая которая идет в комплекте с радиостанциями bofeng и в ней все аккумуляторы заряжались вот так вот выглядит зарядное устройство да она требует доработки она прям кричит доработай меня поставь охлаждение вот сюда иначе я могу сгореть и действительно это нужно сделать как вы сделаете охлаждение здесь способов миллион просто кто на что гораст какой материал будете использовать как чего и где как вам душе угодно хотите кусок алюминия приклейте на термоклей уже будет замечательно рассеивание тепла хотите еще что-то придумайте дело исключительно ваше в общем была использована эта зарядка все аккумуляторы заряжались исключительно в ней и разряжались в ней же просто отпаивался проводок подключались две клеммы универсального зарядно-разрядного анализатора акуцел 6 он же тюнер g ну и любые другие модельные зарядки они работают именно так же как и данный акуцел вот но прежде чем они разряжались в нем все аккумуляторы все три прошли тесты какие полный заряд и разряд в радиостанции почему это было сделано это было сделано по просьбе зрителей тех кто уверяет что нужно три раза делать полный заряд разряд на самом деле современный литий не обязывает это делать но к сожалению некоторые контролеры батареи должны понять что что там и как и для них необходим полный заряд разряд все это пошло с давних времен еще с никеля и до сих пор вот почему-то продолжается но тем не менее это было сделано как бы для галочки запомнили да хорошо далее 10 раз после тех трех раз далее 10 раз 10 11 раз просто какой-то из этих был 11 раз протестировано какой-то 10 какой не помню это абсолютно сейчас неважно дальше поймете почему начнем с оригинального еще одно замечание модельная зарядка она настроена каким образом при разряде она прекращает разряд останавливаясь на 3 вольтах на одной банке здесь две банки то есть на 6 вольтах если разрядить еще дальше да например и ну к примеру если здесь была бы одна банка разрядить например там до 2 и 7 вольта то мы получим еще немного больше емкость просто чтобы вы понимали но уже когда остается там 6 вольт на аккумуляторе радиостанции уже наладан дышит и практически не работает котики бегают за окном по деревьям отвлекся так все вроде бы объяснил все пояснил поехали штатный аккумулятор штатный аккумулятор крайние измерения сейчас не особо важны измерения в среднем составили 1450 миллиампер вместо 1800 да еще учтите погрешности модельных зарядок учтите то что если еще чуть-чуть разрядить не только до 6 вольта там до 5 и 6 например то еще чуть-чуть будет но 1800 все равно нет к сожалению ну и ладно мы привыкли к этому в принципе китайцы всегда пишут одно на деле немножечко меньше ну в общем нет не особо страшно штатный аккумулятор вполне себе оправдан 1800 ну 1450 плюс минус там ну грубо говоря пускай там 1600 будет грубо 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 со всеми там погрешностями прочим если кто-то скажет метатроны тебе ведь нужно использовать мега крутую разрядную станцию чтобы точно узнать до сотых миллиамперов сколько же до плевать я на это хотел я считаю что в принципе вот этой точности вполне достаточно чтобы понять нормальный аккумулятор или нет особенно если учесть тот факт что беря другие аккумуляторы там 18 650 мы получаем с них ту емкость которая заявлена за учетом как раз таки тех погрешностях о которых я говорил так что считаю прибор достаточно точным ну плюс минус 3-5 процентов кого что не устраивает вы всегда можете пожертвовать подарить мне мега крутой прибор по которому я и буду специально для вас потому что вы же меня смотрите раз что такое вдруг напишите специально для вас буду делать тесты ну не только для вас для всех ну и вы будете зато говорить вот это вот у нас супер точная зарядка а просто так вот модельная зарядка она у многих весь мир ей пользуются и ей подобными и всех устраивает точность так что на этот повод вопрос закрываем ладно к делу 1450 1450 в среднем ну ладно окей берем эти аккумуляторы один из них прям он выглядит прям ну знаете как очень 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 оригинальным посмотрите вот на этот и на этот сейчас фокус сфокусируется по всем признакам ну очень похож он на оригинальный аккумулятор и здесь написано 3800 здесь 4800 миллиампер как я уже говорил сразу естественно это не так почему ну очень просто самое простое это физически не может весить литий такого объема столько сколько весит эти аккумуляторы больше 4000 миллиампер вот у того же датакама на т-34 рации там да там они есть эти миллиамперы никуда не делись так там извините меня один аккумулятор весит больше чем весь боуфэнкс с аккумулятором расширенным ну ладно это все лирика в общем ну мы понимаем с вами что 3800 здесь не будет и здесь 4800 не будет это сразу было понятно на что я рассчитывал я рассчитывал что здесь будет ну хотя бы 2200 ну тире 2400 миллиампер потому что первые первые партии таких вот расширенных аккумуляторов они как раз таки были в этом районе вполне себе неплохо вполне себе оправданная покупка как будто ну ну да можно каково же было моё удивление держу вместе потому что у них практически одинаковые результаты в среднем они составляют 1450 миллиампер 1450 миллиампер до один раз было там 1442 второй раз 1478 1486 ни разу не было 1490 ни на одном из аккумуляторов даже на штатном то есть не не переваливала цифра к 1500 естественно тоже ни разу не было на разряде вот но учитывайте то что я самом начале сказал я почему так все это тошно объясняю потому что не каждый поймет вот сходу да что куда чего как поэтому объясняю для всех для тех кто впервые смотрит это видео и для тех кто уже там разбирается по итогу 1450 в среднем все три аккумулятора дают что можно сказать стоит ли брать дополнительные аккумулятор расширены как как можно подумать да для радиостанции смотрите если вы можете найти оригинальный штатный аккумулятор то вполне можете брать его единственный плюс от расширенного сейчас я объясню просто плюс из тех двух что у меня есть плюс это в том что с ним радиостанция становится больше по размерам и удобнее держать становится и все возможно кто-то сейчас из вас скажет метатроныч ты чё-то я не прав вот у меня расширенный аккумулятор он действительно дольше работает чем обычные может быть и так приятель а может быть у тебя просто эффект плацебо эффект плацебо есть и люди выздоравливают им витаминки дают они думают что это лекарство и бах и выздоровели причем от таких болезней от которых-то и лекарств нету ну я конечно же к тому что это не означает что миллиамперы вдруг магическим образом увеличится от силы вашей мысли нет но мозг штука такая да что вам может казаться что у вас действительно больше но если вы проверяли емкость и у вас она действительно больше пожалуйста напишите мне ссылку на то место где вы их приобретали для чего я как будет у меня возможность я там возьму так этот аккумулятор и проверю действительно ли это так почему я хочу это сделать да скажет ну зачем тебе там что-то еще раз проверять ну просто вот это два разных аккумулятора ну то есть это разные партии ладно бы у меня был один расширенный я бы тогда мог сказать ну да наверное мне попалась подделка мог бы сказать но это два разных аккумулятора из разных партий все такое то есть ну это уже статистика я понимаю да и если вы не знали то боуфинг очень много подделывают очень много копий и прочего прочего и естественно аккумуляторы тоже подделывают как расширенные так и просто обычные и мне хочется найти то место ведь которое я смогу рекомендовать своим зрителям когда у меня спрашивают а где взять расширенный аккумулятор сам я не магазин сам я ничего не продаю но так как вопросы поступают многие люди которые впервые заходят на канал они думают что я магазин почему-то как почему потому что черт возьми к сожалению большая часть обзорщиков это тупо магазины или продавцы или там перепродавцы в общем люди занимаются бизнесом и у них там все всегда великолепно все расхваливают мне к сожалению не так обзоры честные все как есть поэтому отвечая на вопрос да где брать мне уже самому стало интересно а где же есть на данный момент свежие действительно аккумуляторы которых была бы действительно повышенная емкость поэтому если вы так обладатель такого аккумулятора и взяли его в скажем так ну вот в районе полугода пожалуйста напишите либо влс на ютюбе место где вы его взяли либо на почту на имейл вот так вот это работает что еще по этим аккумулятором ну знаете если я же говорю дешевле найдете штатный аккумулятор берите его хотя опять же да палка двух концах возьмете штатный а вдруг этот штатный окажется просто-напросто еще меньше ее и емкости чем тот штатный который шел с радиостанции видите тоже тоже может быть очень много такого левака вот так что тут чудес я и не ожидал чудес ну знаете хотя бы было бы здесь ну хотя бы там 1900 ну хотя бы 2000 миллиампер хотя бы 2 ампера было бы их уже можно было бы назвать расширенными аккумуляторами в отличие от того что дает оригинальный но нет это просто два таких же аккумулятора да как как оригинально я знаю что китайцы многие утяжеляют аккумулятор там песочек сыпят болты вкладывают ну в какие-то нестандартные там 18 650 и песок сыпали вкладывая внутрь там 14 500 или того меньше в общем по всякому пытается заработать но я как уже сказал мне хочется давать проверенные места где где вы можете что-то выбрать даже на эти аккумуляторы я дам ссылки откуда они пришли прислал мне gearbest они тоже совершенно не знали что это за аккумуляторы как раз таки прислали мне чтоб я провел тест и сделал обзор не каждый магазин на это пойдет и я скажу вам далеко не каждый китайский на это магазин пойдет этот идут только магазин который уверены в себе что они будут что-то менять что-то лучше делать возможно вот не знаю будут ли они у них дальше продаваться такие аккумуляторы но во всяком случае вот они есть во всяком случае теперь вы знаете их емкость и теперь собственно говоря ну при покупке будете знать что это как штатный аккумулятор просто длине просто удобная рукоятка вот 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 и все вот такие вот пироги все наверно на этом спасибо за внимание конечно же да спасибо магазину gearbest я уже так сказал что не каждый далеко на это пойдет спасибо компании datacamp которая любезно выступила спонсором этого видео спасибо вам друзья что подождали к сожалению такие тесты не могут быть сделаны за одну секунду там за один день за два дня на это требуется куча времени к сожалению но вот так вот вот вам настоящая емкость во всяком случае тех расширенных аккумуляторов которые попали ко мне в руки возможно возможно ну точнее такое часто бывает бровь что-то это загнулась как у филина так ладно не про это такое часто бывает что после моих видео различные продавцы радиостанции начинают использовать что-либо там да то есть ждите что в ближайшее время кто продает различные там батарейные отсеки более больше емкости начнут выкладывать видео или фотографии смотрите у нас действительно емкость настоящая она действительно больше либо начнут рассказывать что-нибудь перейти только у нас у нас настоящая там бла-бла-бла у нас там действительно емкость больше чем штатно посмотрите вот задумайтесь если вам начнут это впаривать потому что ну вот так вот они реагируют на все мои видео что стоит что-то выпустить, тут же все побежали писать у себя, а, Метатронович сказал, что такие вот могут быть обычные емкости, как и штатные, надо бы у себя, я же их продаю, надо у себя написать, что у меня они такие. Помните, что любой продавец будет всегда расхваливать свой товар и не будет говорить о нем правду, иначе он ничего не сможет продать. Не забывайте об этом, когда смотрите обзоры различных магазинов, различных людей, кто заинтересован в том, чтобы вещи, которые он показывает, продавались. Я, к сожалению, для некоторых и, к счастью, для многих совершенно не заинтересованное лицо, ничего не продаю, только делаю честные обзоры, высказываю честное мнение. Я, как черный плащ, кость в горле всем мешаю. Многим бы хотелось, чтобы я ничего подобного не рассказывал, ни про зарядное устройство, ни тем более уж про радиостанцию. Ну, как есть, так есть. Друзья, выбор за вами. Выбор за вами. Вы знаете теперь, что вас, возможно, ждет при покупке расширенного аккумулятора. Где угодно. Где угодно. Возможно, вам действительно попадется расширенная версия. А, возможно, хренушки два. Какие дела. Такая песня. С вами был я, Олег Гром. Более известен как Метатроныч. И вот такие вот замечательные аккумуляторы на тестах. Подписывайтесь. Будьте жматами. Ставьте большие пальцы вверх. Делитесь этим видео с друзьями. Делитесь этим видео с друзьями, страйкболистами, которые очень любят расширенные аккумуляторы. И у которых в большинстве случаев как раз таки, я так полагаю, срабатывает эффект плацебо. Ну и всего вам доброго. Не чихайте, не полейте. Проведите остаток своей жизни с пользой. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok